Реализация госпрограммы по цифровизации началась в прошлом году. В рамках специально разработанной дорожной карты было запланировано провести 88 мероприятий по 13 направлениям. Среди них образование, здравоохранение, безопасность, ЖКХ, транспорт, сельское хозяйство и промышленность. По официальным данным, сегодня почти 63% из них уже воплощены в жизнь. Среди проблем, которые тормозят оцифровку, доступ к интернету. Сегодня покрытие широкополосным доступом к интернету по области составляет 84%. Для доведения данных показателей до 100% в текущем году продолжена работа по реализации ГЧП проекта по внедрению высокоскоростного интернета в 53 сельских населенных пунктах. Из которых один завершен в октябре 2018 года, срок завершения 33 проектов в декабре 2019 года и 19 проектов в 2020 году. Всего планируется подключить 175 государственных учреждений. Это акиматы, организации образования и здравоохранения, аварийные службы, пункты полиции. Это все позволит добиться сокращения цифрового разрыва между селом и городом. Помимо этого, Кустанайская область определена как пилотная по цифровизации агропромышленного комплекса Казахстана. Всего в 2018 году пилотные проекты были внедрены на семи сельхозформированиях в различных отраслях. Сейчас экономический эффект от внедрения новых технологий в них по данным управления сельского хозяйства и земельных отношений составил порядка 900 миллионов тенге. Среди тех, кто внедрил новшества, хозяйство Федоровского района – Трояна. Агрохимический анализ земли сделали, карту сделали. Ну и в общем-то, все, на этом все закончилось. Особенно 2019 год в плане цифровизации сельского хозяйства. Я вот себя на примере своего хозяйства вообще не вижу. Ни внимания со стороны, ни поддержки я его не вижу. Мы сами продолжаем заниматься. То есть даже если посмотреть экономический эффект, его не так просто увидеть и не так просто посчитать. Глава хозяйства Юрий Малышко отметил, что сейчас они не готовы двигаться дальше, потому что им нужно установить собственную автономную интернет-станцию. А денег на это нет. Покупка оборудования и установка обойдется в примерно 50 миллионов тенге. Новая станция поможет объединить между собой все процессы на таков, конторе и полях. Но, по словам Юрия Малышко, покупку откладывают на неопределенное время. Управление сельского хозяйства в свою очередь подчеркивает, что давно просит государство субсидировать сельхозтоваропроизводителям внедрения цифровых элементов. Но одобрения пока нет. Алексей Кудрявцев и Татьяна Калюжная, РТН.